На слова. Псалом 4.2. Когда я взываю, услышь меня, Божьей правды моей. В тесноте Ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою. Кто увлекается разнообразием языков и желает изучить чуждое наречие, тот не может научиться ему сам от себя, но перенимает умение говорить от знающих тот или другой язык, еврейский, римский или варварский. Так, желающий понять речи пророков, должен призывать Бога пророков, чтобы, внушивший им свои слова, открыл ему их смысл. Итак, верное единомысленное собрание, проходящее с нами один и тот же путь жизни, на одной ладье с нами плавающее по этому соленому и горькому жизненному морю, прославляющее Троицу единым духом и единым сердцем, и спешащее к одной пристани небесного царства. «Бросьте мне, умоляю вас, якорь вашей молитвы». Почему я прошу об этом? Потому что только что слышал, как каждый из вас говорил, «Господи, Господи, услышь меня, когда я взываю к Тебе». Итак, если на самом деле Бог слышит ваши воззвания, и ваши голоса не наполняет только воздух, но преклоняет к вам Бога по вашей вере и добродетели, то помогите все вы, начальники корабля и путешественники, гребцы и пловцы, архиереи и священники, клир и народ, помогите вашей молитвенностиакому проповедующему, как бы кормчему, чтобы его речь была направлена в пристань истины. Итак, почему название псалма такое «Начальнику хора на струнных орудиях» псалом Давида? Так как в жизни Давида было дурное начало и хороший конец, то он и написал. Так, он начал дурно смотреть, когда увидел купающуюся женщину. Она купалась, он погружался в грязь. Она очищалась, а он осквернялся. Она употребляла воду для наружного очищения, а он изнутри воспламенялся. Это заслуживало не песен и похвал, но порицаний и упреков. Искра страсти воспламенила огонь прелюбодеяния, А прелюбодеяния породило убийство. Объятый порочной любовью погубил овцу, убил и пастуха ее. Две страсти произвели два убийства. Похоть и гнев вооружившись, первая принесла жену, как овцу, в жертву, а второй убил ее мужа. Да, он пожрал жену, как овцу, так как прелюбодеяние есть смерть для целомудрия. А Писание потому и назвало ее овцой, что она сохраняла себя для мужа незапятнанной и неоскверненной. Пророк Нафан говорил в притче. Пришел некто с пути к мужу богатому, и не захотел взять от стад своих, а взял овцу убогого и заклал. И вызывая жену агнецей ради непорочности ложа, брак чести на ложа нескверно. Закланием называет прелюбодеяние, так как для целомудренной бесчестия есть тоже, что убийство и заклание. Но так как это прелюбодеяние свое Давид омил постом, следы крови изгладил слезами и каждую ночь омывал слезами свою постель. После того, как не во время увидел купающуюся женщину. Поэтому в начале поношение, а в конец в песне. В начале глаз, блистающий страстью, а в конце глаз, испускающий потоки слез. Дело покаяния – плод спасения. И так как правда с избытком водворилась там, где возобладал перед тем грех, то поэтому Давид и говорит, «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей». Свергнув тирании и греха, он возвратился под законную власть правды. «Услышь, Боже, правды моей». Делом правды было обратить меня, заблудившегося, и восставить падшего, как написано. «Семь раз падет праведник и встанет». Падением правда была нарушена, а покаянием восстановлено. Поэтому услышь, Боже, правды моей. Правда и его Давид называет теперь свое покаяние. Потому что как согрешить и не покаяться, есть двойной грех. Во-первых, что пал, во-вторых, не захотел восстать. Так и накаянно Бог разгневался не столько потому, что он убил, сколько потому, что совершив убийство, не покаялся. Так тот, кто согрешил и покаялся, в самом покаянии своем имеет плод оправдания. Или лучше сказать, самое покаяние вменяется ему в оправдание. Итак, когда Давидово покаяние Бог принял как оправдание, тогда Давид и говорит, «Услышь меня, Боже, правды моей». Увидел Бог, что душа его очистилась, и принял его молитву. Слезами была написана эта молитва, и царь подписался под слезами стыда. Еще в предыдущем псалме он оплакивал свое гонение от Виссалома, когда со стыдом бежал он от своего сына, и не мог воевать в собственную утробую. Тогда молитва, явившись посредницей, повесила гонителя и освободила гонимого. После этого, спрошенный, как он победил Виссалома, как не зажил этого второго Голиафа, отвечал, как я победил противника, вооружившись молитвою. «Когда я взываю, ты услышал меня, Боже, правды моей». Молитва возносилась вверх, а гонитель повис на дереве вниз. «Как за грех мой Бог возбудил его против меня, так за мое покаяние не изложил его под ноги моего войска. Так теперь, когда грешим мы, Бог восстановляет против нас врагов. Но мы, подвергаясь нападению с их стороны, не имеем нужды воевать с ними. Просто проверим самих себя. Если окажется за нами какой грех, исправимся. И тогда на наших глазах падут наши враги. Потому-то именно, что часто Бог возбуждает против нас врагов за грехи наши, нам изоповедано не защищаться от врагов. «Все равно ничего не достигнем мы, воюя против тех, кого Бог возбудил против нас. Но ты желаешь видеть поражение нападающих на тебя. Покайся, в чем ты согрешил, и враги твои падут». Богом и Господом Давида назвал Христа, который для нас есть премудрость от Бога. Правда, священие и избавление. 1 Коринфянам 1.30.607. Итак, если Христос одесну и Бога и ходатайствует за нас, и если по его ходатайству была услышана молитва Давида, то очевидно, не к себе самому, но ко Христу Давид относил эти слова. «Услышал меня Бог правды моей». Почему же услышано было призывание Давида? Почему? Потому что обличаемый пророком Нафаном он тотчас склонился к покаянию. Как он послушно принял в разумление, так услышана была его молитва. Он не умедлил покаянием, и Бог не заставил его ждать своей милости. Когда раб умоляет о чем-нибудь господина, или воин просит царя о милости, то и господин, и царь принимает во внимание заслуги один раба, другой воина, конечно, если раб не предатель или не зажелатель своего господина, а воин подвергался за царя опасности и всецело предан ему. Так и любящий Бога, если он подобно рабу и воину благодарен Богу, и скоро исполняет его приказания, так же скоро бывает услышан в своей молитве. И это говорю не я. Послушай, как Бог говорит у Исаии. Хочешь, чтобы я услышал тебя, когда ты призываешь? Смотри, точно исполни то, что я говорю тебе. Псалом 58, 6, 7 Разреши всякий союз неправды. Отпусти измученных, раздай хлеб алчущему, прими бескровный в дом твой, если увидишь нагово, одень его от единокровного и не закрывай двери, тогда воззовешь, и Бог услышит тебя. Ты скажешь, и Он скажет, вот я. Будь таким, о человек, и тогда получишь возможность сказать, Когда призвал я Господа, то услышал меня Бог правды моей. Воззвала глина и услышал горшечник, призвала земля и вняла небо. А Давид, поведав в ближнем, как скоро услышал его, Бог продолжает речь и воздает благодарность услышанному его. Говоря, в скорби он расширил путь мой. Двумя способами распространил его Бог, и тем, что услышал его, и тем, что услышал скоро. Потому что как быть не скоро услышанным, тяжело, и половина милости, так быть услышанным скоро, отрадно и милость вдвойне. И так, скоро, тотчас быть услышанным в скорби, он назвал простором. Скорби, ты услышал меня, ты давал мне простор. Спокойствие скоро усмирило волны скорбей. Пенищееся море сделалось гладким, как зеркало. Бурь и урагана разрешились росой. Враги и неприятели сделали спросителями и поклонниками. В скорби ты давал мне простор. Я еще не открыл рта, как младенец, а промышл Божий уже, как мать, дает мне грудь. В скорби ты давал мне простор. Из немогающего от голода ты обогатил меня плодами, хлебом, вином и елеем. И тем сохранил жизнь не одному мне, но и всем, находившимся со мною. Об этом ниже он говорит так. 4.8. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб, вино и елей умножились. Изобилие всего этого доставило мне радость. В скорби ты давал мне простор. Исторически в скорби распространил Господь Давида следующим образом. Во время гонения от весолома, скрываясь в горах и пустынях, он вместе с тем терпел голод и нужду. Тогда-то в нужде и голоде послал ему Бог, как Илье Воронов, двух мужей хлебоносцев. Первый из них сива из дома врага его Саула принес ему двести хлебов, вина, смоку и винограду. А потом верзели и голодитянин доставил ему десять постелей, чтобы ему не приходилось спать на земле. И так, когда в тесноте и скорби от голода и преследования, Бог дал ему изобилие в наслаждении. Соломопевец с благодарностью говорил, скорби давал мне простор. Когда голод теснил меня сильнее весолома, тогда Бог превратил для меня пустыню в землю, текущую молоком и медом. И так, пусть никто из нас, преследуемый ради Бога, не боится голода. Не убьет голодом Господь душу праведную. Притча 10.3 Притесняем был Давид, и Господь даровал ему простор. Так и лик мучеников, бечуемый, был притесняем и распространялся, как увенчиваемый победитель. Был притесняем, усеиваемый ударами бечей, и распространялся, как зрелый хлеб, собираемый в небесных обителях. Был притесняем, попираясь, как брение, и распространялся, делаясь небом. Притеснялся, как серебро перерасплавленное, и распространялся, как фемиам, возносимый перед Богом. Скорби ты давал мне простор. Мог и разбойник на мяч на кресте и делать участникам рая, сказать, скорби давал ты мне простор. Убийца на дорогах, пастух в раю. Отверженный на земле, обитатель рая, пригвожденный на кресте гражданин небос, подвижник тирана, слуга царя. Достойная огня, участник царства, поистине скорби давал мне простор. Разбойникам и крестом началось спасение. Первый человек, вкусив от древа, подобно разбойнику, был изгнан из рая. И вот теперь разбойник, уверовав на древе, первый вводится в рай. От древа начался грех, и от древа просило спасение. 609. Распинаемый на кресте Христос даровал разбойнику вход на небо. Почему? Во-первых, чтобы научить мир и всех людей, что если, подобно разбойнику, исповедует распятого Господом и Царем, удостоится равной с разбойником чести. Во-вторых, чтобы видеть, что Христос на кресте просил разбойнику грехи, все уверовали, что им уничтожен на кресте и вселенское рукописание. Как земледелец, сделав прививку на одной маслине, убедившись, что она стала свистеть и приносить лучшие плоды, судя по ней, получает уверенность относительно всех других. Так и Христос привил разбойника, как дикую маслину, к доброй, и на нем уверился, что и все народы может привить и пересадить в рай. Тот, кто некогда, как сорную траву, выбросил Адама из рая, теперь сам пересадил в рай разбойника, как розу. И вот здесь, как подвижник в обители, поет, скорби ты давал мне простор. Разбойнику причинял скорбь не то, что сам он был пригвожден, как к древу, но то, что Сын Божий был распят с разбойниками. Почему он и говорил. И мы справду достойно по делам нашим приняли, а он же не сделал никакого зла. Вполне должны быть усвоены разбойнику и дальнейшие слова псалма. Так именно мог сказать на кресте, молясь к Христу, как к Богу. Ущедри меня и услышь молитву мою. Ущедри меня, прости не мои преступления, а разбойничьи. Как судья ты предо мною на возвышении, как осужденный я вешу на древе. Ущедри меня, и я сказал, помяни меня, Господи, когда придешь во царствие свое. Услышь молитву мою. Затем увидев, что и тварь сострадает Создателю, и весь мир потрясается, как один дом. Так как страдало основание, то и здание страдало вместе с ним. И когда висел домостроитель, разрушалась его Создания. Когда небо и земля восстали на убийц Господа, и они не тронулись всем этим, тогда разбойник укоряет их. Сыны человеческие, доколе слава моя будет поругание, пусть так. Четверодневного лазаря, увидев восставшим из гроба, вы не уверовали. Поверьте, хотя теперь, когда гробы распались, и многодневные мертвецы, услышав голос распятого, восстали из гробов. Мертвых пробудило землетрясение, а вы погружены в неверие. Доколе тяжкосердные? Камни распадаются, как паутина, а вы не поражены страхом. Доколе тяжкосердные? И почему тяжкосердные? Потому что, во-первых, что они тронулись чудесами, а во-вторых, потому что по своему безумию тяжко гневались на Бога. Об этом свидетельствует Писание. Тяжел камень, весок и песок. Так и гнев безумного, тяжелее их обоих. Притча 27.3 Тяжел камень, но он подается силе множества рук, и как перо поднимается в воздух. Весок и песок. Но он перевозится по морю в лодки. Гнев же безумного еврейского народа. Тяжелее этого. Потому что не только не смягчается вразумлениями, но даже при виде чудес превращается в ярость. Для чего любите суету, предпочитая вора у Христу? Убийцу-жизнодавцу. Для чего любите суету, предпочитая царство, кесарю, царству небесному? Зачем вы оставили источник живой? Вода, которого сделала самарянку, не имеющей жажды, вовеки. И выкопали колодезы разбитые. Для чего любите суету? И сверх того ищите лжи, отвергаясь истинно. Когда они искали лжи? Когда выставляли против Господа наемных свидетелей. Когда оплачивали клеветников. Об этом свидетельствует евангелист Марк. Священники же и весь сон искали на Иисуса лжесвидетельству. И искали лжи. Говорит, вот мы нашли всего развращающего народ наш и возбраняющего давать кесарю подочь. Но как возбранял он, учивший отдавать и кесарю? И ищите лжи, что развращает людей. Ищите лжи. Если бы не был злодея, то не предали бы его тебе. Что же худого он сделал? Что исцелял болезни, изгонял бесов, воскрешал мертвых. Что пятью хлебами напитал стойка же тысяч народа. Ища пища в горле, а ложь на языке. И ищите лжи, возлюбленные. Будем избегать лжи. Ложь – это меч для души. Уставо, говорит премудрый, лжущих убивает душу. Премудрость, 1.11. Душу не того, кто терпит клевету, а самого клеветника. Не столько волосы для варвара и плащ для воина, сколько для христианина верным признаком служит воздержание от лжи. И как на войне для развлечения своих и чужих дается лозунг, так и в круговороте человеческих дел друзья Бога отличают состоянием в правде и воздержанием от лжи. А лжецы поражаются собственным языком, как мечом. Пуста, незнающие лжи и кляту, скоро преклоняют Бога своей молитвой. Если слугу или друга нелживо мы уважаем и не отказываем им в их просьбах, тем более Бог из благоволения к нелгущему доставляет ему все блага, потому что, видя язык, любящий истину чистым и незапятнанным, он принимает его слово, как угощение на блюде. Ложь так дурна, что и сами лжицы ненавидят того, кто лжет. Как горющее вещество от дыма, от дома своего удаляй ложь от своих уст. Как огонь в спальне погашает на языке своем ложную клятву. Если загорится дом, погибнет дерево и тело, а ложная клятва вспламенилась, и душу и тело губит в гиене. Если я скажу не бронись, ты слайся на гнев. Если я скажу дай денег бедным, ты представляешь бедность и кормление детей. А не клясться или не лгать, это не то, что тратить деньги из кармана. Это добродетель не требует издержек. Почему же нам не приобрести ее царю не так приличным парфирой и венец, как христианину воздержание от лжи? За это его уважают и родственники, и друзья, и соседи, и знакомые. Такого христианина боятся бесы, и ангелы любят его, и с радостью открывают ему двери Царства Небесного Христа Иисусе Господи нашим, которому слава во веки веков. Аминь.